Киевский торгово-развлекательный комплекс «Проспект» в районе метро Черниговская – эпицентр суперинтересных творческих идей. Убедились в этом уже в который раз, когда увидели, как молодые и талантливые художники постигают в его удивительно ярких и красивых декорациях науку владения скетчингом. Торговый центр – это место людей, истории, мнений, ощущений. «Проспект» – это торгово-развлекательный комплекс инновационных идей и проектов. Мы часто ищем новые коммуникационные ниши, мы проводим проекты с учителями, школьниками, артистами, актерами. У нас часто концерты проходят, а сегодня был особенный день, потому что мы стартанули и запустили проект с художниками, с современными художниками, скетчерами. Две цели. Первая – это перенести кусочек искусства на торгово-развлекательный сайт, а с другой стороны – признание профессионализма. Интересно наблюдать за молодыми киевскими художниками, которые пришли в ТРК «Проспект». Глаза горят, а руки работают. И что приятно, все довольны, все улыбаются. Тут очень хороший свет, шикарный, так что прекрасно рисуются. Ну, вообще тут удобно, да. Локация хорошая. Тут тоже раньше практически рисовала. Я недалеко живу. Канечка, скажите, пожалуйста, вот чем вас привлекла эта идея? Ну, потому что я и так этим занимаюсь, а так можно и заняться этим на выходных еще. Удобно, потому что много очень людей, много есть чего порисовать. Хорошая очень локация, очень много всего. Удобно рисовать, приятно сидеть. Хорошая. А по свету? Очень хорошо, по свету. Ну, если сошли, здесь длинной свет очень красиво. А теперь для непосвященных давайте разберемся по сути. Чем скетч отличается, например, от наброска или эскиза? Оказывается, различия и весьма существенные есть. Скетч в переводе буквально это тоже эскиз, но на самом деле понятие скетчинг более широкое. И сейчас стало, это как такое направление в художественной деятельности. Потому что считается, что набросок, это что-то незавершенное, незаконченное, его нужно дорабатывать. Или как просто учебная программа, да, какие-то учебные цели преследуют. А скетчи, они могут быть и завершенными работами. То есть это можно отсканировать, там, в иллюстраторе кинуть и там на целый бигборд растянуть, на целый дом. То есть эту же работу ее можно использовать. Именно в этих работах за счет скорости исполнения чувствуется жизнь, живость. То есть когда ты долго прорабатываешь работу, то немного убивается, скажем, самостояние. Настроение, да, дух. Спасибо, Ирина. В общем и целом нам понятно. То есть, дорогие художники, если хотите в считанные часы улучшить градус своего творческого настроения, тогда милости просим в ТРК Проспект. Здесь для любителей скетчинга просто раздолье. Сегодняшнее утро началось ярко, потому что мы провели экскурсию для молодых художников, для молодых архитекторов. Потому что этим пространством мы гордимся сами. Оно очень яркое, в нем очень много света, очень много ярких цветовых решений. И это интересно для художника, для архитектора. И мы являемся примером необычных решений, эксклюзивных решений, которые могут помочь найти вдохновение, найти какую-то изюминку, что-то создать новое. Мы всегда за развитие, за какие-то новые решения. Мы всегда готовы поддержать этих людей и всегда рады видеть их у нас в гостях. Если хорошо принимают, то и работать легко и интересно. Мир-то хорошее. В этом моменте хорошо, очень многое что-то видно. Довольно приятная атмосфера, удобно сидеть. Первый раз, когда рисовала там у нас на эскалаторах. Приятно, что такое закрытое пространство с ламочками. Можно положить туда, например, рюкзак внутрь, сесть и не бояться, что он куда-нибудь убежит. Это очень интересно. Я очень много рисую, я учусь в этом направлении. В любом случае, когда учишься, рисуешь очень много. А это дает возможность как-то расширить свои границы. Посмотреть с другой стороны на то, что происходит вокруг, в твоем же городе. Такого же центра. Локация интересна, что это, собственно, один из крупнейших. Товерция на левом берегу. И здесь есть определенные интересные моменты в архитектурном решении. Интерьер, как он организован. То есть вот эти балкончики с такими вырезами в перекрытии, что мы можем с второго этажа видеть людей на первом этаже. И так далее, то есть и верхнее освещение, что создает тоже красивый световой эффект сейчас при ярком солнечном свете. Ну и, собственно говоря, решили здесь собраться и порисовать разные людей, предметы, скажем так. То, что нас окружает. Мне кажется, что это очень круто. Это очередная возможность собраться вместе. Возможность не стесняться рисовать перед людьми. Возможность учиться находить какие-то изюминки для себя с художественной точки зрения. Имовыгодно, приятно и полезно. Действительно, такое сотрудничество на пользу всем участникам проекта скетчеры о городе в ТРК Проспект. И даже самым юным художникам, которые пришли сюда отдохнуть и поработать в одной команде с профи. Скажи, пожалуйста, чему ты сегодня здесь научился? Ну, в принципе, научился рисовать. Больше начал развиваться в сторону скетчика. Скажи, а вот такое место людное, тут много ходит посетителей, покупателей. Оно тебя не отвлекало по-большому? Нет, совсем нет. Даже больше вдохновения людьми. С какими идеями светлыми придешь домой? Вернуться сюда еще раз. Искренне рада за тебя, Демид. Ведь ТРК Проспект и правда просто восхитительная локация для людей, которые не представляют свою жизнь без творчества и общения. Когда мы пригласили киевских скетчеров, представителей международного движения скетчинга ТРК Проспекта, они с удовольствием откликнулись. Мы не ставили никаких рамок, нам самим было интересно, каким они ведет этот торгово-развлекательный комплекс, что они для себя отметят. И мы получили шикарные очень отзывы, и каждый видит что-то свое. Для одних это главные изломы архитектурные необычные линии, для других это обилие света, это адриум современный, для третьих это возможность рисовать людей, посмотреть самые интересные жанровые сценки. То есть получился действительно очень такой выпуклый, эмоциональный и яркий проект. Это очень здорово, и в общем-то Проспект был первым торговым центром, который это сделал, который пригласил художника к себе в гости.